Всем привет, друзья! С вами снова я, Белокопатель, и сегодня у нас на обзоре металлоискатель Квест Х5. Это второй металлоискатель в бюджетной линейке металлоискателей Квест. В предыдущем видео я разбирал металлоискатель Квест Х10, а сегодня мы разберем, посмотрим, вернее, разберем комплектацию, его соберем, посмотрим его функционал металлоискателя Х5. Поставляется он в точно такой же аналогичной коробке, как и Десятка. Этот металлоискатель я приобрел в магазине ЛИБК.РУ. Огромное спасибо Николаю за предоставленную мне скидку. Кому интересна покупка металлоискателей Квест или какого-то другого поискового оборудования, переходите по ссылке в описании. Рекомендую вам магазин ЛИБК.РУ. Напоминаю, что в магазине ЛИБК действует промокод Белый Копатель. Скажите его и получите дополнительную скидку. Ну что, давайте посмотрим, что у нас входит в комплект к Квесту Х5. Коробка точно такая же, как у Десятки и комплектация очень похожа. Также идёт ремешок на подлокотник, провод для зарядки USB, мини-USB и болт для крепления. Крестовая отвертка. Напоминаю, нам понадобится крестовой отвертки, здесь нет в комплекте. Так, идут такой же подлокотник. Он крепится на штангу и закрепляется одним болтиком вот здесь вот. Так. Идёт также трёхсекционная штанга. Это вот нижняя пластиковая часть. Напоминаю, здесь одна прокладка. Это не какая-то ошибка. Это именно одна прокладка, потому что у катушки здесь крепление с артулкой. В общем, разберётесь. Возможно, я сейчас покажу вам, как это делается, для того, чтобы не было каких-то неправильных сборок, да. Нижняя штанга идёт пластиковая. Две средняя и верхняя штанга идут металлические. Далее у нас идёт блок. Блок идентичный по размеру, по всем конфигурациям. Единственное, что, да, внутри настройки там программа поменьше. Это мы сейчас и разберём подробнее. Блочок X5. Далее идёт инструкция аналогичная и только для X5. Идёт также описание всевозможных товаров от компании Квест. И две наклейки. Наклейки Treasure Sport и Quest Detectors. Не помню, где у нас вторая. Вот она, вторая. Quest Detectors. Всё. И идёт катушка аналогичная, что и на десятке. Это так называемая их, можно сказать, снайперка. 9,5 на 5 дюймов. Сейчас мы её извлечём. Извлекаем. Так. Вот у нас катушка идёт с защитой. Катушка, повторяю, аналогичная X10. Итак, друзья, давайте приступим к сборке металлоискателя. Собственно, нам обязательно понадобится крестовая отвертка в комплекте. Компания Квест не ложит. Поэтому, ну, я думаю, в доме каждого есть крестовая отверточка. У нас идёт трёхсекционная штанга. Идёт блок, как вы уже видели в сборе. Нам его надо будет теперь разобрать. Здесь четыре также крестовых винта открутить. И, соответственно, на подлокотнике тоже один винтик закрутить. Потом я ещё покажу про катушку. И про то, почему же здесь у нас одна прокладка идёт. Все думают, что вот отверстие-то два для неё. А прокладка одна. Почему так получается? Сейчас я вам покажу. Там есть небольшая хитрость. Аналогичная борки-система. И, думаю, в Деусе, в катушках-блондинках, кто сталкивался, тот знает. В общем, люди даже пытаются две дополнительно поставить, какую-то свою выпилить и запихнуть. Но я вам не советую это делать, потому что будет туго входить в посадочное место у катушки между ушами. И, возможно, вы сможете их сломать. Она и так входит прочно. Так, ну что, давайте. Собственно, такая же система штанг, как и у десятки. В предыдущем ролике я говорил об этом. То есть, вот сюда назад крепится у нас, получается, подлокотник. Здесь, видите, одно отверстие. У него, собственно, одно посадочное место. Вы не сможете как-то по-другому его установить и двигать, да? Единственное что, дырочки для изменения положения, они должны быть вниз направлены. Но это, я думаю, не сильно надо быть. Хотя, люди, знаете, вы ролики видели, что иногда, бывает, собирают как-то абсолютно непонятно. То есть, кто первый раз... Ну, есть инструкция, есть всё описание. Для тех, кто первый раз сталкивается, конечно, читайте инструкцию. Так, всё, подлокотник крепится. Жёстко в одном положении. А вот ручку мы можем поставить так же, как и на десятке, в три разных положения. Здесь четыре дырки, по два отверстия на крепление ручки идут. И вот три положения для сдвига блока у нас есть. Я поставлю в среднее, в оптимальное. Так, для этого нам нужно разобрать, разобрать блок. По цене скажу, что эти металлоискатели и позиционируются как бюджетные металлоискатели. Поэтому, соответственно, глупо будет сравнивать их с какими-нибудь орками, деосами и ещё более крупными моделями. При всём при том, что люди в комментариях, вот у меня, друзья, написали, что выглядит блок похоже на как у Эквинокса, да? Ну, вы понимаете, что сравнивать модель бюджетную с Эквиноксом, это как бы, ну, такое неблагодарное дело-то. Нельзя же там, ну, это неспоставимые вещи. Это металлоискатель, у которого другие задачи, другой... Другие задачи перед ним поставили покупатели, да? Производитель сделал такую вот модельку бюджетную. Бюджетную, простую, очень-таки, ну, на мой взгляд, добротную, а там уже посмотрим, насколько она покажет себя в деле. Вот. Люди хотят простоты и доступности, плюс возможности заточить этот металлоискатель под поиск для своих малышей, да, для детей. Вот таким образом получается у нас блок соснятый. То есть, фактически, в будущем, я думаю, есть возможность посадить его на какую-то другую штангу, самодельную или что-то такое. У нас здесь ни гарантии, ничего не слетает. Вот у нас блок в таком виде представлен. То есть, ручка в разобранном виде. Также покажу вам. Вот. И, собственно, бюджетный металлоискатель. Поэтому требовать от него каких-то заоблачных высот тоже нет смысла. Также хочу сказать сразу, что металлоискатель не подводный, но влагозащитный. То есть, от дождя и пыли он защищен. Если вы попадаете, ну, под... Я не знаю, насколько сильный должен быть дождь. Главное, не ронять в лужи, да. А так у него прорезиненный корпус и защита IP68, не IP68, а IP66. Всё. Блок мы поставили. Теперь смотрите, что у нас получается по катушке. По катушке. Здесь у нас крепление у катушки идёт с одной стороны втулка ещё. Помимо того, что здесь закручено на болт, да. Сейчас я вам покажу. С одной стороны у нас... То есть, вы не ошибётесь. С одной стороны у нас укрепление идёт... С одной стороны у нас идёт укрепление ушка просто вот, дырочка круглая. А с другой стороны у нас идёт крепление под втулку. И там стояла вот данная втулка. Именно вот со стороны втулки у вас и не должно быть резиновой прокладки. То есть, резиновая прокладка идёт со стороны просто этой... Как его называют? Ну, в общем, вы поняли. А со стороны втулки у нас как раз-таки отсутствует должна прокладка. Так, всё собрано. Немножко переставил. Вот. И мы имеем возможность либо сразу... Ну, в третью штангу втыкать, да, первую. Тем самым, делая металлоискатель очень коротким и очень компактным. Либо мы имеем возможность поставить среднюю штангу и уже в неё втыкать первую штангу. Тогда он получается уже под взрослый. Там, метр тридцать четыре. А так, по-моему, восемьдесят четыре получалось у него. Минималка. Ну, и, соответственно, такой формат подходит для каких-то там подвалов, чердаков и всего прочего. Более компактный вариант. Так. Ну что. Мы сделали давайте его компактным, чтобы вам было... Чтобы мне было легче вам показывать. Среднюю штангу вообще можно вот убрать. Дома не поставить. Входят штанги туго, хорошо. Ну и, собственно, конструкция наипростейшая. Зарекомендовавшая себя уже. Я думаю, что каких-то там люфтов не предвидится. Так, сейчас мы сделаем. На минималку входит очень туго. Всё. Вот у нас и собран металлоискатель. Металлоискатель мы собрали без средней штанги. В самом компактном его варианте. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим на его функционал, да, на его блок. Какие здесь кнопки, что за что отвечает, какие есть программы. Так, ну что, друзья, давайте разберёмся по блоку, да, по кнопкам управления и по его индикации. Также у нас здесь четыре кнопки, грубо говоря. Вверх-вниз стрелочки. Кнопка вверху вот эта с шестерёнкой. Она отвечает за включение и небольшой, да, за функционал. Внизу кнопка пинпоинтера. Сбоку у нас идёт баланс грунта. В отличие от X10, в X5 всего лишь три режима. Это ювелирка. AM – это все металлы. И режим монеты. Здесь у нас слева шкала, которая будет заполняться. Отвечает за чувствительность металлоискателя. Вверху значок заряда батареи. Значок динамика. Там будет появляться громкость. Правая шкала будет заполняться и показывать глубину. В центре будут отображаться символы VDI. Вверху у нас будет пять сегментов дискриминации. В этом X5 модели квеста, в отличие от десятки, дискриминация всего лишь идёт по пяти сегментам. Что ж, давайте включим металлоискатель. А, ну давайте ещё немножечко по самому блоку, по кнопкам управления, которые на нём есть. Сбоку слева у нас плюс-минус кнопки, отвечающие за громкость. На обратной стороне металлоискателя штекер для подсоединения катушки. Фонарик. Здесь у нас в этом отсеке, как и в десятке, спрятан разъём 3.5 для наушника и разъём для зарядки mini-USB для подключения. Здесь внизу скрыт динамик. С другой стороны также находятся две кнопки. Одна отвечает за включение фонарика. В X5 нет режима подсветки. Эта кнопка только лишь включает вот этот светодиодный фонарик. Так, вверху также есть кнопка, подразумевающая, что сюда может быть установлен блок для радиосвязи, но никакого блока там нету и ничего здесь просто функционирует эта кнопка. Производитель по каким-то причинам, возможно бюджетным, решил отказаться от установки даже в X10 блока беспроводной связи. Так, ну что, давайте включим прибор и посмотрим более подробно. Включается он опять же одним быстрым нажатием. Всё, прибор готов к поиску. Также скажу сразу о том, чего нету в инструкции. Инструкция маленькая, кратенькая. И в ней в X5 не написано, что есть сброс на заводские настройки. Собственно, и в инструкции к X10 он написан, на мой взгляд, неверно. Там написано, что в выключенном состоянии надо удерживать кнопку 5 секунд. Ну, по факту это в принципе то же самое, да. То есть мы выключаем металлоискатель. Вот сейчас он в таком режиме, да, работает. Давайте убавим немножко громкость. Так, вот у нас чувствительность, но догоним до 90. Да, чувствительность на 90. Выключаем долгим удержанием. Всё, выключили. Теперь мы включаем его. И он запоминает тот режим, в котором был выключен. Чуйка у нас на 90. Как же нам сбросить его на заводские настройки? Ну, собственно, да. В выключенном состоянии мы нажимаем и держим до того момента, как он мигнёт два раза. То есть это происходит. Включение металлоискателя мы не отпускаем, продолжаем держать. Нажимаем и держим. Раз включился. Ждём, когда экран мигнёт ещё раз. Мигнул. Всё. Мигнул и сразу сбросил чувствительность. И установил программу монеты. Видите, чувствительность на 60. А здесь у нас дискриминация пошла. Так, давайте. Режим все металлы. Вот, режим 60 у нас стоит. Всё. Тем самым, да, выключаем. Выключаем. При выключенном состоянии нажимаем и держим 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Всё правильно. Сбрасывается на заводские настройки. Есть такая функция. Регулировать громкость можно. Сейчас я вам продемонстрирую. Что очень хорошо, так как не во всех металлоискателях есть такая функция. Громко. Давайте её снизим. Потому что иногда надо как-то потише хочется ходить. Так, вот на тихий. Далее. Функционал, функционал, функционал. Смотрим, как работает фонарик. Просто включается и выключается. Повторю, здесь нету... Здесь нету подсветки. Так, теперь давайте поговорим по аудиотонам. Тонов, как написано, три, но, как мне кажется, что здесь их, не знаю, четыре, что ли, или что-то типа того. То есть, у нас есть звук на... Он... Тональность не меняется. Не меняется. Какая она есть, выбрать нельзя. Единственное, что в режиме «Все металлы» у нас, опять же, нет дискриминации. У нас идёт одна озвучка на всё. Давайте послушаем режим «Монеты». Высокий звук на крупную медь. Далее у нас... Давайте послушаем, как золотое колечко звенит. Уже другой тон. Далее у нас посмотрим чешуечку. Мне кажется, совсем третий звук, да? И теперь звук железа ещё. Звук железа. Так, посмотрим ещё. Крайчок советов. Ну, в общем, на мой слух, здесь минимум четыре тона есть. Четыре тона есть. А дальше уже, смотрите, возможно, я ошибаюсь. У меня не музыкальный звук. Далее, смотрите, в режиме... Так, здесь, если мы включили металлоискатель, то у нас плюс-минусом регулируется чуйка. Далее мы нажимаем меню. Ещё раз меню. И тогда мы меняем режимы. Все металлы, монеты, ювелирка. В режиме «Все металлы» пропадает шкала дискриминации. И звук будет один на всё. Давайте посмотрим. Послушаем. Кстати, вот этот звук сигнализирует перегрузку. Перегруз. Теперь на золотое колечко. И на железку. Однако дискриминации нету, но сектор загорается-то так же. Вот на мете он загорается вверху, вверху слева. На железо он загорается вверху слева, вернее, а на мете вверху справа. То есть дискриминация-то есть, получается. Визуально хотя бы он показывает. Что неплохо, на мой взгляд, что неплохо. Так, ну что. И у нас, собственно, режим «Все металлы», я вам сказал, он без дискриминации. Режим «Монета», который вот установлен. Это стабильный режим со средней скоростью восстановления. То есть, как и в X10, этот режим, по идее, должен быть глубокий максимально, но разделение здесь немножечко пострадает. Также у нас режим, соответственно, «Ювелирку», он будет, наоборот, лучшим по разделению, по скорости восстановления, да. Но по глубине немножечко пострадает. То есть, этот у нас, можно сказать, для мусорок и пляжей, этот для полей и чистых мест. Ну и кнопка баланса грунта. Баланс грунта выполняется нажатием и удержанием. И качаем катушку, поднимая и опуская её от земли где-то до 15 см. Происходит звуковой сигнал, значит, баланс грунта произошёл. Кнопка пинпоинтера нажимаете и загорается вверху, вот, значок пинпоинтера. И перекрестием вы начинаете катушкой делать крест-накрест движение, определять центр цели. Для заряда металлоискателя подойдёт любая зарядка от телефона или от USB компьютера или планшета. Зарядка займёт примерно 4 часа. Ну и сказать ещё раз, напомнить по секторам дискриминации, как их убрать, да. Давайте выберем, выбираем режим монеты. И загорается вверху символ, да. Смотрите, режим. Начинаем двигать этот сектор. Мигающий чёрный квадрат, но почему-то на последний сектор нам не даёт. У нас есть возможность отключить или из дискриминации 4 вот этих вот сектора. То есть мы подгоняем квадратик к нужному сектору, который мы хотим, чтобы не был озвучен. Нажимаем ещё раз на меню. Всё, рамочка пропала. Нажимаем ещё раз на меню на следующем. Рамочки пропадают. Всё, у нас вот теперь только крупная медь будет озвучиваться. Чтобы вернуть это всё, возвращаем также движением квадратика на нужное место и добавляем рамочку. Всё, у нас озвучка. Ну, давайте я вам продемонстрирую, как это всё выключается. Так, это я в режим перешёл. Так. Убираем. Убираем. Теперь у нас только один сектор. Будет озвучиваться только монета крупная. А вот золотишко уже. Вот видите. Тишина. Соответственно, и железочка. Тишина. Даже сегмент не показывается. Не то, что нет звуковой идентификации, а не подсвечивается даже сегмент. Теперь возвращаем это. Подгоняем под нужный сектор. Возвращаем все четыре сектора. Всё. Все зоны открыты. Все цели опять у нас озвучиваются. Всё. Пожалуй, что это всё, что можно сказать по функционалу. То есть, просто на редкость очень простой металлоискатель. Для начинающих самое то. Всё, выключен. Включили. Выбрали режим. Подстроили чувствительность, какую нужно. Откачали грунт. Или лучше даже, наверное, сначала на 70 откачать грунт. Потом уже добавлять чувствительность до появления каких-то помех на данном месте. И всё, и приступили к поиску. Больше здесь ничего не настраивается. Ну и также дискриминация. Я советую ходить с полностью открытой маской. Дальше уже смотрите следующее видео, где будут тесты. Будут тесты сравнения. Будут различные тесты по глубине. И также, конечно, будет реальный поиск с этими металлоискателями. Со всеми. С X5, с X10 и с другими металлоискателями компании Квест. Друзья, ну а на сегодня это всё. Надеюсь, это видео вам понравилось и было полезно, информативно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие обзоры. Ну а на сегодня это всё. С вами был Белокопатель. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok